МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, как прошла в целом частичная мобилизация в Красноярском крае мы узнаем прямо сейчас. Я рада приветствовать в нашей студии сенатора от этого региона Валерия Семенова. Здравствуйте, Валерий Владимирович. Добрый день. Итак, как был организован этот процесс в регионе? Насколько гладко, четко, слаженно все это удалось провести? Я думаю, что Красноярский край оказался в первых рядах по выполнению тех заданий, которые были даны в процессе мобилизации. И последний эшелон 4 октября ушел с мобилизованными. Говорит о том, что несмотря на его размеры, несмотря на те сложности по транспортной доступности, которые есть в крае, вся команда и военкомат, и администрация края, и депутатского корпуса, городских советов, муниципальные органы очень серьезно принимали участие в этом, выполнены достойно. Понятно, что были вопросы, как и во всей стране, потому что такого процесса более 30 лет у нас в принципе-то не было. И, конечно, и базы устарели, и какие-то недочеты были, но старались решать, решать в том числе еще и за счет гражданского сообщества разного рода структур, которые были созданы типа колл-центров, приемных, общественных и так далее. Мы видели кадры, как норильских мобилизованных без преувеличения провожал весь город. Конечно, это были и родственники, и представители администрации, это было очень трогательно. А вот к вам, как к сенатору, мобилизованные обращались с какими-то вопросами, может быть, предложениями? Ну, у нас были ряд моментов в начальной стадии мобилизации, когда мобилизованных недостаточно хорошо встретили. Правда, этот вопрос очень быстро был решен, даже была организована встреча с военным прокурором, и мобилизованные высказали свои пожелания, будем говорить так. Сегодня таких вопросов нет. Есть ряд вопросов, которые приходят до сих пор, это больше связано со степенью, должны мобилизовать или нет. Но вот буквально позавчера губернатор принял решение, дал поручение военному комиссару решить вопрос о возврате тех мобилизованных, у которых трое детей. При том, вот вы сказали, что 100 тысяч принято решение выплатить. Губернатор принял решение, что если даже будут люди возвращены, эти суммы не будут возвращаться в бюджет, они останутся за человеком. А в большей степени еще ряд муниципальных образований принимали самостоятельные решения. Ну, допустим, город Норильск в дополнение к краевым 100 тысячам еще приняли решение тоже по 100 тысяч. Хотя самих мобилизованных обеспечил и рациями, бронежилетами, и касками, и нательным бельем, которое необходимо, то есть медицинскими аптечками. Вот такие моменты, они были, они оговаривались, но чтобы сказать, сегодня много случаев обращений, есть сегодня обращения, потому что военкоматы продолжают присылать повестки, но не для мобилизации. И объяснил сегодня это военком. А для выверки данных, чтобы не было таких ошибок, которые были на начальном пути. То есть началась нормальная работа военных комиссаров, которые выверяют списки, выверяют состояние здоровья, семейное положение и так далее. И это очень правильно, потому что вот те ошибки, которые были, недочет данных или отсутствие данных по тем, кто подлежит мобилизации, они породили на первом этапе очень много разного рода неприятных вопросов. Как велась подготовка мобилизованных на полигонах? Насколько подготовленными они отправились на службу? Ну, знаете, в Красноярском крае нет своих полигонов, поэтому наши мобилизованные были на трех. В Новосибирской, в Омской, в Кемеровской областях. И по большинству впечатлений, я вот разговаривал с рядом своих знакомых мобилизованных, достаточно успешно проходила подготовка. Люди до сих пор, сейчас, которые последние группы уходили, проходят подготовку, они достаточно успешно. То есть навыки, которые были утеряны во временном характере, они восстанавливались достаточно быстро. И сегодня вот я не знаю таких вопросов, пока, по крайней мере, на наш уровень не приходят такие вопросы. Может быть, местные власти решают, которые вызывают сомнения именно в подготовке. В подготовке именно мобилизованных, потому что в крае еще достаточно много добровольцев. Вот буквально два дня назад в Норильске четыре добровольца, также в торжественной обстановке, с присутствием горожан, общественности, радуют, что молодежи были отправлены на сборные пункты. Добровольцам полагаются и те же меры поддержки, как и обычные мобилизованные граждане? Нет, по краю добровольцам первичная сумма решением губернатора увеличена до 300 тысяч в этом отношении. А вот вся поддержка, экипировка и так далее, да, это как мобилизованно, потому что это все одно и то же. Это то, что необходимо для, ну, комфортно нельзя сказать, да, а для успешной службы в рядах, чтобы люди не чувствовали бытового стеснения на тех заданиях, в тех местах, куда они будут отправлены. Вы сказали, что с экипировкой мобилизованных сейчас проблем нет. Тем не менее, мы знаем, что во многих регионах волонтеры по собственной инициативе все-таки собирают какие-то вещи для того, чтобы отправить их бойцам. И проводятся ли вот подобные акции у вас? Красноярский край, логистика очень большая, да, центр страны, но тем не менее, более 270 тонн было отправлено вот на территорию проведения операции. При том, вот, последняя машина буквально позавчера пошла уже, зная, что нужно везти. Это медикаменты, это теплое белье, это продукты питания. Понимаете, вот даже если мобилизованы и обеспечены всем, но я думаю, что сегодня Министерство обороны принимает все меры для того, чтобы эти вопросы решить, то то, что присылают регионы, оно никогда лишним не будет. Потому что это присылают люди, которые от души желают успеха, здоровья нашим мобилизованным, тем, кто защищает сегодня нашу страну. У нас вот есть данные, что за 8 месяцев специальной военной операции 13 машин с самыми необходимыми и нужными вещами отправили красноярцы. Уже 14, да? И речь идет же не только о бойцах, но и о поддержке жителей ЛНР. И о поддержке жителей ЛНР есть закрепленные территории, по которым работает край, это вот Свердловский район. Гуманитарная помощь направляется туда, направляется в строительные материалы. А вот 14 машина пошла в так называемый Сибирский батальон, который обеспечит безопасность внутри населенных пунктов. Это добровольцы. Они вышли на депутатов городского совета. Была организована очень хорошая работа, вот за что огромные слова благодарности, и предпринимателям, и предприятиям. Потому что ряд отправленных грузов даже конкретным образом шили на предприятиях Красноярска для того, чтобы отправить на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Поэтому вот 14 автомобилей было, работают разного рода центры, работают центры при ОНФ, при приемной Единой России, работают центры по юридической поддержке. И при том еще не только мобилизованным, но и тем людям, которые приехали с территории Донецкой народной республики Луганск на территорию края, им оказывается также всесторонняя поддержка. Но кроме этого, конечно, как и дал указание президент, это очень правильно, в Красноярском крае организована очень серьезная поддержка семей мобилизованных. Начиная от бесплатного горячего питания детям, ряда налоговых льгот, компенсации по жилищно-коммунальному хозяйству и решения наиболее актуальных вопросов, таких как садик, школа, жилье и так далее. Вот губернатор, наверное, на первом, будем говорить, совещании после поручения президента, он дал правительству поручение подготовить еще дополнительный комплекс мер по поддержке семей мобилизованных и тех, кто пошел добровольно. Может быть, будет создана какая-то единая кол-линия, какой-то единый информационный центр, потому что семьи же сейчас в некой растерянности находятся? В Красноярском крае создана, изначально создана, имеются, ну, будем говорить так, четыре центра, про которые знают все жители, которых затрагивает вопрос мобилизации или проблемные вопросы с переселением, переселенцев. Это четыре центра, в которые можно обратиться, где работают не только работники социальной службы, но работают юристы, которые могут, которые непосредственным образом имеют выход на административные органы для оперативного решения вопроса. То есть, эта вся работа хорошо, четко организована? Ну, я считаю, что достаточно четко, потому что больших вопросов, которые сегодня бы требовали рассмотрения, они есть, но они решаются очень оперативно по мере поступления. И это очень важно, потому что вопрос-ответ, при том, ответ не просто для ответа, а ответ с решением того вопроса, который есть, это сегодня важно для каждого из людей, которые, вот, семей, которые, мужчины были мобилизованы. Но это еще есть и показатель взаимодействия жителей Красноярского края. Они объединились, они помогают, они приходят, они приносят до сих пор, хотя вот уже, как бы, большой такой необходимости нет, а все равно приносят, поэтому и собираются. Я думаю, 14-я машина тоже не последняя. Спасибо, Валерий Владимирович. На наши вопросы в прямом эфире отвечал сенатор от Красноярского края Валерий Семенов. Валерий Владимирович.